Тачки учи дружбе и эту фразу я повторяю на протяжении многих лет, показывая насколько Пиксар создали по-настоящему душевный мультфильм. И как не сказать о Маке, произнеся эту фразу, который верно помогал и помогает до сих пор нашему главному герою Молнии МакКвину. Сегодня я хотел показать вам разбор персонажа, показать его характер, мотивацию, которую он дает МакКвину, и рассказать почему он настолько верен своему старому другу. Вы давно ждали этот разбор и вот он. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня я покажу вам разбор грузовика Мака из мультфильма Тачки. Поехали! Для начала хотел бы вам напомнить, что сейчас очень важна ваша активность, поэтому не забывайте про лайки и комментарии, вы поможете рекомендовать ролик. Мак для меня особенный персонаж, учитывая сколько тысяч раз я пересматривал первую часть Тачек, ну ладно, чуть меньше, могу с уверенностью сказать, что без Мака мультфильм был бы менее ярким и забавным. Его сцены с путешествием в Калифорнию, как он строил рожицы или как он уснул на дороге, все это добавляет мультфильму настроение, но давайте об этом позже. Для того, чтобы полностью нам познакомиться с Маком, помимо сцен мультфильма, я также буду вставлять некоторые кадры и информацию из книги World of Cars, которая была написана создателями мультфильма Джоном Лассетером и креативным директором Джейм Уордом. Как началось знакомство Мака и Макуина? Мультфильм нам уже показывает их дружбу, Мак верно помогает Макуину добираться до разных стадионов и просит его с терпением относиться к звяку и бряку. Но как они познакомились? Ржавейка не первые спонсоры, которые поддерживают нашего любимого молнию на гонках. До рекламы средства против ржавчины, Маквин был рекламным лицом, если так можно сказать, компании Smells Well. Она производит аэрозоли и дезодоранты для машин. Да, машины тоже могут пахнуть. Вы же помните слова Сали в Тачках 3 про запах? Это грунтовое пятно просто вау. Красотища, не вздумай закрашивать. Правда тут не очень приятный запах, но ты знаешь, наверное, это вопрос вкусов. Ну все, ну все, Сави, ладно, достаточно. Так вот, возвращаясь к компании, Маквин неплохо их рекламировал, пока не была произведена замена на более перспективного гонщика, Сэмми Смелтера. Они просто считали, что у него больше шансов побеждать, и он более перспективен в долгую. Маквин очень был расстроен и обижен, что с ним так обошлись, и сказал, что гонки Сэмми воняют, на что руководство ответило, поэтому нам подходит больше. Удивительно, но Мак стал свидетелем ухода Маквина из этой компании, поэтому, увидев расстроенного гонщика, Мак сразу подъехал к нему и сделал предложение стать лицом нового спонсора ржавейки. Им как раз нужен был гонщик, который готов представлять их компанию. Мак всегда обладал каким-то талантом помощи и, знаете, какой-то верности. Мне этот персонаж просто симпатизирует тем, насколько у него добрая душа. Маквину ничего не оставалось, как просто принять предложение Мака. Попробовать стать лицом рекламной компании ржавейки, и они вместе поехали в Бостон. По дороге к ржавейке ребята сблизились и стали хорошими приятелями. Они быстро нашли общий язык. Еще в молодом Маквине Мак уже видел большие перспективы. По приезду ему все понравилось, но у него было одно условие, что он готов стать лицом, если Мак будет его перевозчиком на разные гоночные стадионы. Мак, конечно, согласился, и так завязалась дружба у этих ребят. В дальнейшем они так и сработали, что Маквин посещал гоночные мероприятия, а Мак его вез, и между гонками или после них они делали рекламную агитацию к покупке средства ржавейки для сохранения вида своего корпуса. Дальнейшее развитие их отношений вы уже видели в первой части тачек. И что мне нравится, несмотря на то, что Мак кажется более взрослым персонажем, скажу вам по секрету, но когда я был маленький, я и вовсе думал, что Мак это буквально батя Маквина. Мак не перечит ему, он соглашается со всеми его выпадами. Даже хотя очень сильно спать, когда они ехали через всю Америку в Калифорнию, Мак все равно не дал себе часок вздремнуть, а послушался Маквина и поехал дальше. Характер у него покорный, он готов пожертвовать своими силами, своим временем и своей энергией ради блага своего близкого, что мы и видели в первой части мультфильма. Но, пожалуйста, не пытайтесь занизить роль Мака в сюжете тачек. Несмотря что он просто везет Маквина, для Мака это огромная ответственность. Он считает свое дело крайне важным и старается придавать какое-то особое внимание своей помощи. Ну, лично я это так вижу. Когда пропал Маквин, Мак мог бы давно забить уже на это и найти нового гонщика. Да и скорее всего поступил бы и любой другой, так как грузовик-перевозчик, но только не Мак. Поэтому, найдя его в радиатор Спрингсе, Мак восхвалял создателя, что его друг нашелся. Это преданность близка к бесконечности. Также, чем мне нравится Мак, это позитив. Он, по сути, взрослый кабан, а курчит и ружится, как подросток. Его хорошее настроение дает энергию Макуину верить в себя. Я уверен, если бы не Мак, его сомнения, депрессия и неуверенность в себе в разных жизненных моментах была бы намного выше, чем с ним. Он, можно сказать, заряд бодрости для нашего героя. В следующих мультфильмах Мак появляется эпизодически моментами, лишь немного напоминая о себе, тогда, когда он куда-то отправляется. Но вот в Тачках 3 Брайан Фи решил дать ностальгию зрителю и показал путешествие до ржавейки, который Звяк и Бряк продали Стерлингу в традициях первой части. И когда я смотрел третью часть, я сразу же понял, что это отсылка на первую часть, на тот момент, когда Мак и Молния Макуин ехали в Калифорнию. Реальная концепция. Внешне Мак похож на грузовик Мак Суперлайнер, который производили с 1977 года по 1993 год в Северной Америке. Если другая реальная концепция персонажей лишь примерно похожа, тут можно с уверенностью сказать, что американский характер авторы мультфильма хотели показать в персонаже Маке. Если вы присмотритесь, вы увидите собаку на капоте Мака. Но что она значит? Немного предыстории компании Мак. Появившись в 1916 году, компания Мак поставила правительству США около 4500 грузовиков. Более 2000 единиц отправились в Великобританию. Машина быстро завоевала популярность среди американских, французских и британских войск во время Первой мировой войны, благодаря своей долговечности и производительности. Грузовик был отличным для всех целей. Автомобиль был силен и цепким. Он очень был похож на английского бульдога. И форма его капота тоже напоминала животное. У оси был тупой капот, который как бы сужался к низу. И напоминал их солдатских английских бульдогов. Английский бульдог был жестким животным. Собак разводили, чтобы убивать быков. Британские солдаты установили связь между собакой и грузовиком и стали называть модель оси бульдога Маком. Название прижилось. Однако только в 1921 году первый бульдог появился на грузовике Мак. И то не в качестве украшения, а в качестве эмблемы на боку автомобиля. По словам Мэнни, в то время компания хвасталась своей рекламой. Дизайн представлял собой вид спереди английского бульдога, который разрывал книгу. А на книге были напечатаны слова. Расходы на транспортировку. Но время шло и дизайн не стоял на месте. И по итогу собаку поместили на капот. Что стало уникальным и во многом необычным решением. Которое позже стало главной узнаваемой фишкой для модельного ряда машин и всей компании. Озвучил Мака популярный актер Джон Зесса Ратценбергер. Учитывая сборы всех фильмов, где он играет, он считается самым успешным актером. Например, таким же как Самуэль Л. Джексон. Ну Джексона вы знаете по фильмам Тарантино. И мало того, с Пиксар у него тоже особые отношения. Дело в том, что он озвучил персонажей буквально в каждом мультфильме студии. Ну я сейчас про Джона говорю. И для него Пиксар сделали интересную сценку в самом конце мультфильма. Якобы Мак в открытом кинотеатре, который находится на территории Радиатор Спрингс. Хвалит персонажей в мультфильме, которых актер озвучания озвучил в оригинальных мультфильмах. Выглядит очень забавно, сами посмотрите. Тот, кто озвучивает этот свиногрузовик, обалденный актер. Так что Мак очень интересный персонаж. Несмотря что он является второстепенным, по моему мнению его роль в мультфильме прям обязательно. Ведь без него МакКвинн был бы менее уверен в своих победах. Надеюсь вам понравилось видео. Не забывайте про лайки и комментарии. Так вы поможете рекомендовать этот ролик. Также не забывайте про телеграм. И также у меня есть два канала. На одном я делаю разборы на кино и сериалы. А на втором прохожу игры по мультфильмам. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот еще с вами был Санчес. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok